В Америке после Робинсиона я сказал, что в принципе попросить у меня что-то говорить, а примерно как Робинсиона попросить что-то нарисовать. Тем более после Робинсиона вообще нельзя разговаривать, вы знаете. Написано, что после Фекоймана ничего не едят. Но потом я вспомнил, что воду можно пить после Фекоймана. Вкус, но не от меня. Поэтому моя лекция в качестве воды это нормально, можно. Я заранее извиняюсь, если я посредине что-то забуду, где-то усну или еще что-то. У меня сейчас без пяти четыре по моим часам. Я только утром прилетел, так что строго не судите. Я тем более не лектор. Я не рав, как Робинсиона сказал. Все время ошибается. Я хочу поговорить немножко. Мы сегодня в Рошкодыш Кислеф, Ходыш Хануки. И я хочу немножко поговорить про Хануку. Один из уроков, которым мы можем учить. Я думаю, что это даже, наверное, самый большой урок, который мы можем учить с Хануки. Как известно, иудаизм, в отличие от всех остальных учений для Авдиль, он поощряет задавать вопросы. И так мы учимся. Любая учеба, она основана на том, что мы задаем вопросы. Получаем ответ. Ищем ответ. Иногда не находим ответ. Кстати, один раз как-то я увидел потрясающую вещь. Росшивый мой показал нам старое издание Рабеки Вейгера, где все вопросы и ответы были собраны не так, как сегодня вот эти книжки выходят новые Рабеки Вейгера. Вопрос-ответ, вопрос-ответ, по массе там сгруппированы. А так, как он это писал, то есть по времени. И он показал нам один вопрос, что между вопросом и ответом, который он вдруг нашел, когда он учил совсем другой же МСХ, там даты были проставлены, прошло 12 лет. То есть Рабеки Вейгер 12 лет жил с Кушьей. Просто жил с Кушьей каждый день. Мы задаем вопросы, и все вопросы легитимны, с условием, что в конце стоит вопросительный знак. Я стою, кстати, извиняюсь, я мог бы сидеть, но я просто боюсь, что я усну там. Нормально? Если стоит вопросительный знак, значит, надо искать ответ. Кроме одного вопроса, который задавать нельзя, просто нельзя спрашивать. Есть в иудаизме такой вопрос, который спрашивать нельзя, он нелегитимный вопрос. Мы сейчас посмотрим, что это за вопрос. Она там спрашивает, что такое Ханука, и рассказывает про чудо со светильником, которое произошло. И там есть очень много вопросов. Есть, во-первых, разногласия. Зачем нужны были эти семь дней, которые надо было подготовить, этот светильник, это масло. Если это надо было для того, чтобы приготовить это масло, семь дней занимало, допустим, то непонятно, чем было плохое масло, которое они нашли. Тумаутра Бецебур. Нечистота. В крайних случаях, когда эта вещь идет во всем обществе, она разрешена мудрецами. Если это нужно было для того, чтобы люди очистились, они же пришли с войны, они были нечисты, то каким образом им поможет пах Шемен Таор, который они нашли? Человек, который нечист, Тумат Меет, он дотягивается от этого, он берет этот пах Шемен. Этот пах Шемен уже не был Таор. Он уже нечистый становится. И так далее, и тому подобное. Очень много всяких вопросов там. Но мы сейчас посмотрим другой вопрос, который нельзя спрашивать. У меня вопрос. Вы знаете, сколько было Хашманаим? Не только семья Матитяву, да, а все восставшие против, все объявившие войну греческой армии. Их было 13 человек. Раз, два, три. Вот, вот этот ряд, которые сидят за столами, да? Греческая армия того времени, это супердержава, это примерно как американская армия сегодня. 13 человек, которые сидят здесь за крайним рядом. Вы готовы встать и объявить войну американской армии? Не? Сидят все, никто не хочет вставать и объявлять войну. Не, ну, я понимаю, Месрут, Нефеш, там, и так далее, все, и Муна, Бетахон, это все хорошо, конечно, но Асурлис Мохоленес. Это нормально, 13 человек встают и объявляют войну с самой сильной армией мира. Это нельзя такую вещь делать вообще. Допустим, они научились, у нас в истории было что-то похожее. Авраам, написано, что он собирает 318 человек из своего дома и начинает гнаться за четырьмя царями и их армией. Сколько было человек в той армии, вы знаете? В армии четырех царей? Наверное, много. Правильно, понимаете. Масехет Санедрин Перехелек, дав Цадик Хейн Амутбейс. Говорит о том, что их было 2 миллиона 600 тысяч человек. Так, чтобы вы примеры представили. На сегодняшний день армия Китая, самая большая по численности, составляет 2 миллиона 300 тысяч человек. То есть это было больше, чем армия Китая сегодняшняя. Армия Соединенных Штатов Америки, втором месте сегодня, составляет 1 миллион 300 тысяч человек. Армия России, третье место, составляет 1 миллион 200 тысяч человек. То есть это, если американцы соберутся с русскими, если когда-нибудь они помирятся и вместе ставят одну армию, армия четырех царей была больше. Чем русская и американская армия на сегодняшний день вместе взяты. Берет, Авраам встает, берет 318 шиботников. Вперед. Это нормально? Кстати, там есть разногласия, есть спор. Или это были 318 шиботников, или это был Элиезер. То есть они вдвоем с Элиезером. Элиезер, Багематрия 318. В скобках у меня замечание такое, я интересный момент нашел. В Паршабе Хукойсай написано так, что И будут гнаться пятеро из вас за ста противниками, А сотни из вас будут гнать 10 тысяч. Спрашивает Раши. И пятеро против ста, это в 20 раз больше. Значит, надо сказать сотня. Две тысячи? Почему 10 тысяч? Говорит Раши. Это совсем не одно и то же, когда собирается Немного вас, которые учат Тору. И собирается много вас, которые учат Тору. Значит, это я понимаю, что растет по экспонанте, по геометрической прогрессии. Пятеро гонятся за ста. Сотня гонится за десятью тысячами. А 318 гонятся за 2 миллиона 600 тысяч. Это логично, правильно? Значит, есть у нас доказательства, Леманда Умар, что это были то, что говорит, того мнения, что это были 318 тысяч ботников. Если это были только Авраам и Элизер, это двое. Они должны гнать сотню, но никак не 2 миллиона 600 тысяч. Как же эту гмору будет объяснять тот, кто говорит, что это был Элизер? Но потом, если прочитать Раши, то можно увидеть, Раши там же говорит, почему написано Микем два раза. Хамиша Микем из вас. Ирдефу. Микем хамиша. Мя? Умеа Микем опять? Из вас? Рыва Ирдефу. Написано два раза Микем. Раша говорит, чтобы сказать, что это не все вы. Это самые слабые, которые среди вас. Авраам и Элизер, наверное, не были самыми слабыми, поэтому они могут гнать и 2 миллиона 600 тысяч человек. Так просто. Каким образом люди встают, начинают рассчитывать на чудо и гонятся за такой армией? Непонятно. Еще один вопрос по той же теме. Почему надо говорить Ле Мандау Марк, согласно тому мнению, что это был Элизер, почему надо писать 318? Где вы видели? В Торе? Или еще где-нибудь? Вместо того, чтобы написать имя человека, пишут его Гематрии. Напишите. Встал Авраам, взял Элизер, а и они пошли. Согласно тому мнению, что это был Элизер. Почему надо писать 318? Еще вопрос. Есть мидраж. Известный мидраж, который сообщает нам, как был убит Ог, царь Башана. Мой шербейн, он был высотой 10 амот, он взял палку длиной 10 амот, точно в свой рост, подпрыгнул 10 амот и стукнул Ога, примерно, чуть выше ботинка. И Огу пал и ума. Интересный мидраж, правда? Мидражи им это не истории какие-то, которые нам мудрости приходят рассказать. Посмотрите, какие мы вам интересные рассказы рассказываем. Мидражи, это вещи, которые были записаны и учились, для того, чтобы мы могли чего-то из этого учить. Поколение, будущее. Что мы можем учить из этого мидража, кроме того, что знаний, что мой шербейн был чемпион по прыжке с палкой в высоту. Для чего нам этот мидраж, что нам мидраж рассказывает, что мы отсюда можем выучить вообще? Еще вопрос. Гмара Масахед Шаббат говорит, говорит так, Всевышний, когда дает обещание, плохое обещание, он может вернуться от этого обещания, передумать. Он не обязан его исполнять. Но если он дает хорошее обещание, то в любом случае оно исполнится. Хорошее обещание всегда Всевышний исполняет, кроме одного единственного раза. Гмара описывает это в один единственный раз. Всевышний говорит Малаху, ангелу, спустись, иди в Иерусалим и поставь знаки на лбу за диким чернилами, на лбу решаим злодеев кровью. И я накажу злодеев. Спрашивает Медат-1, приходит Медат-1, как по-русски сказать? Мера правосудия. Приходит Медат-1, Мера правосудия, и говорит, а чем они отличаются друг от друга? Всевышний говорит, как это, чем они отличаются? Эти праведники, эти злодеи, они этим отличаются, или цадики мгмрием, или решаем мгмрием. Тогда Медат-1 говорит, цадики эти должны были укорять этих злодеев и научить их, что так не делают. Всевышний говорит, я знаю, что если бы они это даже попробовали сделать, те бы не послушались. Тогда говорит Медат-1, ты это знаешь, а они этого не знают. И тем не менее, они этого не сделали. Лефенеха гали, лефенеха гали, ты знаешь, что они не послушают. Они этого не знали, они должны были, Леха. У меня вопрос. А и Всевышний написано, что Всевышний действительно передумал здесь, и в этом случае Пуранут, там началась как сказать, эмагифа, 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 не инфекция, эпидемия, началась эпидемия, и она началась, извиняюсь, свой русский язык, и она началась именно с праведников. То есть, Всевышний передумал Автахалютова. Я спрашиваю, чем этот случай отличается от всех остальных? Были очень много всяких обещаний Всевышнего, которые были специально сделаны при условии каком-то. Условие не было выполнено, и тем не менее, так как обещание хорошее, оно было исполнено. Очень много всяких таких примеров есть. Именно здесь, в этом случае, Всевышний вдруг передумал. Что такого особенного в этом случае? Чтобы понять ответы на все эти вопросы. В принципе, это один ответ, по большому счету. Я хочу вас взять немного на экскурсию, примерно на сегодня какой год? 15-й? 76-й год. В 40-й год. Это сколько лет назад? Да. В 40-й год примерно. 75 лет назад. 75 лет назад. На 75 лет назад на экскурсию. Есть такое государство, очень маленькое, называется Ватикан. Оно расположено в другом государстве, которое называется Италия. Это два государства, которые одно в другом находятся. У этого Ватикана в 40-м году были три гвардии, которые... Это была армия этой страны фактически. Это была Палатинская гвардия, Дворянская гвардия и Швейцарская гвардия. После войны на протяжении 25 лет решали отменить, не отменить, сократить, не сократить. В конце концов решили отменить Палатинскую и Дворянскую гвардию и оставили только Швейцарскую гвардию. Видели все Швейцарскую гвардию? В таких красивых колготочках, в полосатых штанишках, в беретиках. Но это они там так стоят в карауле. На самом деле они в камуфляже каждый день бегают и стреляют. Настоящие солдаты. Швейцарцы. У меня вопрос. Кто-то знает, почему сократили те две гвардии и эту оставили? Никто не знает. Я вам расскажу, в чем там было дело. А дело было так. Примерно в 40-41 году, не помню, Муссолини решил подобрать под себя Ватикан. Посередине итальянского фашистского государства существует какое-то государство, которое абсолютно нейтральное, ни в чем не в часы. Ему это мешало. Он решил взять под себя. И он стянул войска, а итальянская армия в те годы это была армия. Это была у армия. Кроме того, союзники, да, все государства АСИ, Болгария, Румыния, Германия, Испания даже, в Европе, Япония, в Азии. В общем, там хороший блок собирался. Против этого маленького Ватикана. В основном Муссолини собирается его забрать. Что делают офицеры Палатинской и Дворянской гвардии? Они впадают в панику и начинают строчить телеграммы во все концы света, Гевалд, нас собираются уничтожить. Католики всего мира поднимайтесь против этой армии. Католикам всего мира в те годы было не до того. Люди гибли миллионами, пачками, гроздьями. И поэтому никто им не ответил. Их спасло только то, что Муссолини в последний момент почему-то передумал. Он решил не портить отношения с католической церковью. И он так и не напал на Ватикан. Чем все это время занималась швейцарская гвардия, вы знаете? Швейцарская гвардия готовила пулеметные гнезда, чистила оружие и подвозила к линии фронта боеприпасы. Эти 96 человек на полном серьезе готовились воевать с итальянской армией. Это швейцарцы, но они поехали. Это компьютеры, которых заложена программа и они от этой программы не отступают. Почему там именно швейцарцев оставили и держат? Именно поэтому. Это самые лучшие солдаты. Хороший солдат, получая приказ, может спросить вопрос, как лучше это сделать так и так. Он спрашивает вопросы, которые касаются исполнения приказа. Но он никогда в жизни не спросит вопрос, а почему это вот так вы решили делать? И что с этого выйдет? А вот скорее всего не получится. Солдат такой вопрос не спрашивает. Евреи это армия Всевышнего. Давайте попробуем теперь посмотреть, каким образом евреи себя ведут. Мы спросили, последний вопрос наш был, почему именно в том случае, о котором мы говорили, Всевышний передумал и решил наказать все-таки Седиким тоже. Медат 1, это мера правосудия. Спасибо. Это Медат 1, она что, работает за бесплатно? Быть над двадцать, добровольно, волонтерски. Она не работает за бесплатно. Если она что-то говорит Всевышнему, она рассчитывает получить что-то с этого. Правильно? Какой-то ответ. Это мера правосудия, когда обращается ко Всевышнему. Чем отличаются эти от этих, они должны были увещевать и так далее. Это Медат 1, она прекрасно знает, что Всевышний не возвращается от хорошего приговора. Она это очень хорошо знает. Зачем она пробует добиться? Это бесполезно. Эла, Медат 1, Леща Тоса. Она делает так, как она сама считает правильно. Она считает правильно, что они должны были сделать то, что на них возложено, эти праведники. Независимо от результата, она делает то же самое. Она подходит и говорит, я знаю, что Всевышний не возвращается, не обменяет хороший приговор. Я знаю, что мне ничего не светит. Но на меня, я Медат 1, я Мера Правосудия, на меня возложено обвинять, я обвиняю, без того, чтобы думать, что с этого выйдет. И Всевышний здесь, если бы он не вернулся, не передумал, не отменил этот приговор хороший, то мы бы что сказали? Ну вот, Медат 1, не права. Это не имеет смысла. Именно потому, что это имеет смысл так себя вести, делать то, что будет. Как Робинсион здесь сказал, перед этим, то, что будет, это в руках Всевышнего, а то, что надо делать, это в наших руках. И Всевышний как бы обязан здесь отменить этот хороший приговор, для того, чтобы мы поняли, что так действительно имеет смысл делать то, что на нас возложено. Мы спросили вопрос насчет Моя Шарабейну с Огом. Давайте посмотрим, разберем немножко этот мидраж. Ог Мелехабешан к моменту описываемых событий ему было 500 лет, больше 500 лет. Есть мнение, что было больше 800 лет, что он остался еще до потопных времен. Уже пожилой мужчина, и в принципе уже пора бы ему освободить место под солнцем. Он должен умереть уже, так или иначе. Но две вещи держат его до сих пор в жизни. Из-за двух вещей он до сих пор живет. Первая вещь, у него есть заслуга по спасению Лота. Он пришел Аврааму, сказал, что 4 царя, 2 миллиона 600 тысяч человек, я вот такой большой, я не могу с ними справиться. Может ты с Элизером попробуешь? Это первая заслуга, что он пришел и сказал так Аврааму. У него были там свои какие-то соображения, но по крайней мере заслуга есть. Вторая причина, по которой он еще находится при жизни, говорит Медраж, что Ог сидел где-то там в местной пивной, и когда мимо проходил Аврааму, он сказал, смотрите на этого богатого старика, у него нет детей, скоро он умрет, он уже старый, и я унаследую все его богатство. Так сказал Ог, и Всевышний ему ответил, и Всевышний поклялся его жизнью, говорит Всевышний, что ты не только увидишь его рывовод, десятки тысяч его детей, его потомков, ты погибнешь от их руки. Это обещание до сих пор держит Ога при жизни, потому что потомки Авраама до сих пор еще идут из Египта. Вот они уже подходят к границе, и сейчас он должен умереть. Насчет первого обещания Всевышний сказал Моше, можешь не беспокоиться, закончилась у него это заслуга того, что он пришел и сказал про Лота, а начнет второго обещания, вот это ты и есть потомок Авраама, который его убьет. Что делает Моше? Что он может сделать? Что он может сделать? Стоит человек трехсотметрового роста. Как его можно убить? Никак. Что Моше Робейн должен сказать? Он должен сказать, Всевышний, смотри, ты сказал, что все, его закончилось, ну так убивай его, я что могу сделать? Нет, Моше Робейн делает максимум, что он может. Десять это максимум всегда. он сам омового омотового роста, он берет палку десять омот, и он прыгает еще на десять омот. Больше этого он сделать просто не в состоянии. И он делает максимум, что может, что получается с этого, а ничего не получается, он стукает чуть выше ботинка. И что, от этого умирают? Никто от этого не умирает. Попробуйте сами. Но дело в том, что результат никаким образом не соотносится с тем, что мы делаем. Медраж нам приходит сказать, что вы должны делать максимум, что на вас возложено. А кажется, что результат от этого никакого не будет. Это уже не ваше дело. Это нелегитимный вопрос. Вы не имеете права спрашивать, а что у меня с этого получится? Вы должны сделать то, что вы должны сделать, то, что вы обязаны сделать. И тогда Всевышний сделает то, что он решает сделать. Всевышний убивает Ого на месте. А это связано с ударом Моше? С ударом не связано. С усилием Моше это связано. Мы спросили вопрос про Авраама Елеезера. Почему Елеезер упомянут о Гематрии это имя, и как они встали и вдруг пошли за такой толпой. Говорит Раб Миллер из Гейтселя, Минель Семина Гейтсель говорит так. Слово Июш отчаяние это Гематрия сколько? Алиф это один, Юд это десять, Вав это шесть, все вместе семнадцать, и Шин это триста, триста семнадцать, Июш это триста семнадцать. Элеезер мы сказали триста восемнадцать, он мяля Июш, он над Июшем. Для этого мне Тура приходит сообщить его гематрию, его имени, чтобы сказать, чтобы сказать, что Элеезер Ломит Еш. А почему Элеезер Ломит Еш? Все слышали, кстати, про его похождения в доме, там, да, те мидрошим? Он попал в дом в свое время, и там его хорошо пытались наказать. у него перевозил, есть много разных мидрошим, его перевозили через паром, он заплатил деньги, ему вместо сдачи дали в морду просто. И он пошел к судье, а судья сказал, все правильно, ты даже еще должен ему дать сдачи обратно, денег еще чуть-чуть, потому что он тебе пустил кровь, а кровопускание у нас берут очень дорого, это же медицина все-таки. Тогда Элеезер что сделал, другой бы плюнул и сказал, что ты правосудья такой в этом городе, и я вообще не буду с вами судиться, и заплатил бы деньги и ушел. Элеезер Ломи Тееш, он просто дал морду судье, и сказал, что ты должен мне заплатить ему. И Элеезер никогда не Ломи Тееш, почему это так происходит, почему он никогда не отчаивается. Все в его имени, не только в Гематрии самой, что у меня, само имя Элеезер расшифровывается в Торе, когда у Мушера Бейну родился сын, он его назвал этим именем, Элеезер, написано, Всевышний моего отца помогает мне и спасает меня от меча фараона. Кстати, это цитата, которую привел Робинсион здесь насчет меч, который лежит на шее человека, человек не должен отчаиваться, это оттуда цитата именно про этот случай, когда Паро поймал Мушера за то, что он убил египтянина, его приговорили к смертной казни, положили меч на шею и уже, ну все уже. Камеры стоят, Мушер Бейну в оранжевом балахоне стоит, и сзади стоит этот египтянин в черной этой штуке своей, и все, они готовы сейчас на камеру это все сделать. А Мушер Бейн не переживает, почему? Острый меч лежит на шее, на что еще надеется? А вопрос в том, что мы никогда на окружающих нас, не евреев, злодеев, и всяких, мы не обращаем внимания, мы с ними даже не разговариваем. Мы диалог ведем со Всевышним, а у Всевышнего всегда, в любой момент, есть возможность нас спасти. как тот знаменитый случай насчет сгулы этой Эннод Мильваду нет никого кроме него, когда Брискиров, который получил от своего папы, а тот получил от своего папы, от Рабхайма Валуженера, от Гаона Мивильна получили эту сгулу, что если человек думает, единственное, он сотритачивается мысль, что нет никого кроме Всевышнего, то Всевышний действительно спасет. И Брискиров прошел между патрулями ССовцев, сосредоточен этой мысли. Нет никого кроме Всевышнего, эти ССовцы они не существуют, это просто это воображение, это все виртуально. В реальности существует только Всевышний и я говорю только с ним. Он прошел мимо этих патрулей и его даже не увидели просто. Это известный случай. Точно так же Эстер, царица Эстер, когда она говорит с Аманом и с Хашвирошем на Перу, а Хашвирош спрашивает мы у ЗВАЗУ, кстати, когда-нибудь слышали, как разговаривает конюх? А Хашвирош он был конюхом. Конюх разговаривает вот такими вот фразами МИУЗЕВЕЙЗУ, он был поэт конюх? или конюх? Он был конюх. Что это за фраза такая завороченная? МИУЗЕВЕЙЗУ. Кто он такой и кто это? Я не знаю, на русский даже привести это. Говорит Марбин. ЗЕ это то, что мы видим перед собой. ЗЕ КЕЛИВЕЙАНДЕЮ. ЗЕ это вот. Вот. У это не старый, это скрыто. Он. Там где-то кто-то. Он спрашивает, кто этот он и кто он этот? Что это значит? Это значит, что в любом заговоре всегда есть явный исполнитель, которого видно и который работает на камере и дает интервью в газетах. А есть кто-то идейный вдохновитель, который остается обычно в тени. Серый кардинал такой, который этим всем дергает зениточки, руководит. Спрашивает Ахашвирош МИУЗЕ, кто такой вот этот, который явно виден всем, в Эйзеу и какой этот он, тот спрятанный, скрытый, кто стоит за этим всем. Написано, что Эстер сказала царю, не написано царю Ахашвирошу. Везде, где в могиле написано царю, имеется ввиду Всевышний. Эстер сидит и говорит просто со Всевышним. Ряд перед ней сидит Аман и Ахашвирош, но она с ними не разговаривает, она их даже не видит. Она говорит только со Всевышним. И когда она вдруг слышит вопрос, кто за этим всем стоит, она показывает Ахашвирошу, вот он. Написано, что она показала Ахашвирошу, когда он спросил ее, и быстро спустился Малах и подвинул ее руку на Амана. Ну, хотя бы внешние приличия надо соблюдать. Понятно, что она говорит со Всевышним, но как-то это не совсем так. Есть еще и реальность тоже. Мы говорим только со Всевышним, мы не имеем дела ни с кем вокруг. Элезер, Эвид Авраам, в этом его секрет. Элокей, Ави, Бейзри, веоцеление, Михаил Парао, Всевышний мне в помощь, и он спас меня от меча фараона. Поэтому Моширобейну, когда у него на шее лежит этот меч, он не отчается. Всевышний меня может спасти в любом моменте, даже когда меч лежит на шее. Это очень хорошо знали Хашманаим тоже. Они знали одно правило. Когда евреев хотят уничтожить духовно, как это, например, было в Советской России или в греческом владычестве, их никто не хотел убивать. Хотели с них всех сделать просто коммунистов, еванистов, не знаю, всех просто призвать в партию. Тогда нужно просто вытаскивать меч и воевать. Если хотят их уничтожить физически, как сейчас, например, происходит в Израиле, да, с ножами кидаются на них, тут уже война не поможет. Никакая самая сильная армия в регионе, никакие там всех выслать, всех засадить, всех арестовать, это не поможет. Надо делать как в Пуре. Когда их хотели уничтожить физически, надо сделать чуву, и тогда Всевышний все это отменяет. То есть это как бы работает наоборот, когда во время в Советской России коммунисты пришли к власти, Хофицхайм, он был уже в солидном возрасте, говорят, что он призвал всех и животников, сколько есть, взять палки, вилы, и идти воевать с Красной Армией. Потому что он знал этот секрет, он знал, что если пытаются уничтожить духовно, не физически, а духовно евреев, надо брать и в руки то, что есть, рядом лежит, стендер, и идти воевать. У Аврама Вин даже стендера не было, он брал песок и бросал. Это превращалось в стрелы, в пули. Если бы Хофицхайма тогда послушали, может быть, мир сегодня выглядел бы иначе совсем. Ну и вот они послушали, сказали, против Красной Армии воевать. Хашмуна им знали очень хорошо, что в такое время надо воевать. Поднимается 13 человек, да, посчитали? Поднимаются и идут, объявляют войну и греческой армии. А если там ничего не получится, мы сказали, да? Как можно на это рассчитывать вообще? Они не хотят, чтобы ничего получилось. Они говорят, в чем наши обязаны сейчас? Что мы сейчас, в данный момент, должны сделать? В данный момент мы должны встать и воевать. Мы погибнем? Мы погибнем. Какой будет результат? Мы должны делать то, что на нас возложено. Рабицкий Зильбер каждый свой день спрашивал себя один единственный вопрос. Что от меня сейчас требуется? Все, больше ничего. Если бы он, представьте себе, если бы он пришел, когда он попал в лагерь, он бы начал себя спрашивать, сколько мне здесь сидеть? Два года, да? Два года, это где-то примерно 100, 112 шабатов примерно, 110 шабатов. 110 шабатов. Как я могу лишь может сто десять шабатов? Это нереально. Это нереально. Я не смогу это сделать. Не надо даже начинать. Он это не делал. Он говорил, сейчас, в данный момент. Он даже не говорил, как я смогу этот шабат соблюсти. В данный момент, в эту секунду, как я могу соблюсти шабат? Вот так. То есть, вопрос, как я могу сделать и что от меня требует Всевышний и все остальные вопросы, они все легитимны. Есть один вопрос, который спрашивать нельзя. Что с этого получится? Это не наше дело. Это не мы решаем. И даже не мы можем этому помочь. И никак повлиять на это. Что с этого получится, это Всевышний решает. Мы должны делать то, что мы делаем. Есть один машаль, очень интересный машаль Дубной магии, рассказывает, как Фишель пришел на почту. Любвида Фишель. Любвида очень его любит. Фишель пришел на почту и вдруг смотрит на почте, стоит очередь. И каждый платит там, один заплатил доллар, получил коробку. А коробка явно больше, чем доллар стоит. Там что-то внутри. Другой заплатил 2 доллара, получил большую коробку. Третий заплатил 3 доллара. Мы вообще лошадь выдали. Как дешево здесь все. Приходит Фишель, достает 4 доллара, думает, сейчас я получу, не знаю, Мерседес. Должен 4 доллара. Говорят фамилию. Он говорит, Фишель. Таш Лехер его фамилия. Знаете, почему Таш Лехер? Таш это карман, а Лехер это дырка. Дыряв дома. Так вот, они говорят, тебе ничего нет. Он говорит, как это? Они все заплатили деньги и получили. А мне, я тоже получу деньги, я тоже хочу получить. Они говорят, нет. Им прислали, им это положено так или иначе, независимо от денег. Деньги, это просто пошлина, которую они должны заплатить за доставку. Это не то, что стоит эта лошадь 3 доллара. Эту лошадь ему прислали, теперь он платит 3 доллара налог за доставку и получает эту лошадь, которая никак не связана с налогом вообще. ты хочешь прийти и получить то, что тебе не положено, тем, что ты платишь деньги. Мы, когда делаем какой-то иштадлут, прикладываем какие-то усилия, это совсем никак не связано с тем, что мы потом получаем от этого. То, что мы получаем, мы должны получить так или иначе. Без усилий этих мы это не получим. Не потому, что мы не сделали усилия, потому, что мы не заплатили мы не заплатили этот налог за доставку. Но налог с доставки не значит, что мы покупаем вот то, что этим налогом, вот этими своими усилиями мы обеспечиваем то, чтобы мы это получили. Мы это не обеспечиваем, это нам пришло так или иначе по почте. Такой мошадь. И на этом в принципе все. Если есть какие-то, кто-то хочет что-то спросить, по теме или не по теме, или как хотите, я вроде бы с ним. Абсолютно доверие Авраама к Элиезеру абсолютное, когда он посылает играть репку. Он функционален. Элиезер полностью функционален. То, что вы говорите, вся эта функция, и он ее выполняет без угрозы. Это мезер, функция. Элиезер, его прозвище было Демесек. Это сокращение Демесек от Дойлю Машки Митой Расрабы. Он черпал и поил из Торы своего господина. То есть Авраам Авраам обвинут, это был Адмор. Наси Элуким Атабе Тухейну Кату. Он был Адмор. Он был Наси Элуким, то что называется. Элиезер, он был Роша Шива. Он был Роша Шива, Шел Авраам. Это человек, которому можно было доверять не просто доверять на все сто процентов. Это была тень Авраама. Это до такой степени, что когда Алаван его увидел, он решил, что это Авраам. Он действительно подумал, что это Авраам и побежал на встречу. Он ему начал оказывать почести. Заходи, я всех его идолы вынесу. Он видит Роша Шива. Он очень пытается там все-все-все соблюдать, как положено, как это Акдулеадор делают. И он его усаживает, он уверен, что это Авраам. И тут первое, с чего он начинает разговор, он говорит, я только раб Авраама. Ты можешь представить, кто такой Авраам. Элизер это был единственный кандидат на то, чтобы послать и обеспечить будущее Амисраэля. Кстати, есть ворд очень интересный на эту тему. Есть очень интересный ворд. Элизер говорит Аврааму, когда Авраам его посылает, Элизер говорит Аврааму, ты не боишься, что у меня есть Рара, сейчас Сатан? От меня сейчас зависит все будущее народа Израиля. Только от меня. Если я вдруг погибну в дороге, тебе больше некого. Ты старый уже идти не можешь. Исхака отправлять нельзя за границу. Тебе некого больше послать. У народа Израиля не будет продолжения. Авраам говорит, я не боюсь. Почему? Есть мидраж, который говорит, когда Давида Мелех должен был умереть, в тот шаббат, он открыл гмору и стал учиться. И Малахамабе, это Сатан, он ничего не мог сделать против него. Что он у себя учился? Говорит Авраам Элизеру, открой гмору и иди учись. С тобой ничего не случится. Элизер говорит, ну все-таки до Ирака идти, через Сирию, все эти гил, не знаю, что по дороге. Это занимает время. Я должен спать, я должен кушать. Человек, который говорит, что я не буду спать три дня, ему сразу дают плеткой и может спать сразу же. Тут занимает неделю как минимум идти. Говорит Авраам, у тебя будет кфицатадерах. Ты дойдешь быстро. Написано, что сегодня я пришел. Сегодня вышел, а сегодня пришел, Раша говорит. Хорошо, говорит Элизер, у меня будет кфицатадерах, я бы только открыл, выучил лист гморы, и я уже на месте. Хорошо. Но когда я пришел, я должен закрыть гмору, чтобы сказать, зачем я пришел. А я уже закрыл гмору, и в этот момент он меня убьет. Тогда говорит Авраам, все, что ты скажешь, это будут псуки и сторы. Именно поэтому рассказ Элизера повторяется второй раз, чтобы Элизер говорил псуки и сторы. Вот такой раз штикал. Я не помню, я не помню от чего имени, сейчас я не могу вспомнить. Можно абстрактный вопрос? Да. Мы Марьев сделали? Это вот Рабьюда, он тут директор Марьева. О! Самый практически все. Это профессиональный вопрос. Большое спасибо всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова